ПЕСНЯ Дорогие друзья, приветствуем вас! Мы встретились с Алексеем и Екатериной в Петербурге. И это прекрасный повод для того, чтобы задать им вопросы по ситуации, связанной с Домом молитвы в Архангельске. Первый вопрос такой. Первый. Многим известно, что в начале декабря приостановка произошла демонтажных работ по сносу части дома. Какая причина, какое судебное решение этому способствовало? Что произошло? Вот когда они 5 ноября приступили ломать дом, последовали многие аварии. Это котел, да? Да. Обратились мы в суд за разъяснением, потому что мы видели, что приступы со своей стороны и подрядчик просто выходят за все рамки и судебного решения, и каких-то строительных законов, ну вообще просто человеческих норм. И поэтому мы обратились в суд, чтобы суд дал разъяснение, как вообще должно исполняться то решение, которое он вынес. Ну мы думали, что попадем на прием к той суде, которая выносила решение. Она заболела, и наше дело рассматривал судья-мужчина, который отнесся не просто поверхностно, формально, а действительно вникнул во всю ситуацию. То есть были представлены отчеты одной строительной организации, которая зафиксировала очень много нарушений, зафиксировала появление новых трещин на стенах, зафиксировала нарушения самой технологии, как все это происходит. Можно уточнение, Алексей? Трещины появились в той части дома, которая не подлежит сносу, да? То есть это уже прямой очевидный ущерб жилью, строению, которое не подлежит сносу. Да, трещины появились после того, как они КАМАЗом решили вырывать гаражные ворота. Ну то есть вообще решение суда, как они говорят, оно последовательное и четкое к исполнению. То есть там порядок установлен. То есть первое это там снять водостоки. Пункт два – перенести отопительную систему. Ну в принципе, что и логично, и что правомерно с позиции Гражданского строительного кодекса. Но отопительная система до сего времени находится где и находилась, а все остальное начали просто крушить. Что привело, естественно, и к авариям, и к заморозке водоснабжения, и в том числе разморозке отопительной системы, вскипанию котла. И все это было представлено как раз на суд. И судья вынес определение о приостановлении исполнительных производств до момента полного разрешения вопроса по разъяснению решения суда. После этого, ну, скорее всего, его отстранили от введения этого дела. Это было к тому моменту, когда вопрос подошел уже к самому разъяснению, выздоровела судья, которая занималась нашим вопросом. Ну и мы поняли, если бы мы с самого начала попали к ней, то она с нами бы не церемонилась. То есть она не стала ничего разъяснять, она просто отказала нам в разъяснении решения суда. Хотя, по сути, она, ну, я как понимаю, обязана была это сделать, потому что просто даже решение, оно выносилось в отношении физических лиц. А приступили к данной работе юридические лица за счет федерального бюджета. К моменту, как бы, приостановки демонтажных работ, какой ущерб нанесен был строению? Самое, наверное, ущербное это то, что они бездумно начали ослабевать несущие конструкции. То есть они начали выбивать кирпич. То есть и как-то они начали это снизу, потом вверх, переходя. И мы очень сильно переживали, что они просто возьмут и бездумно перережут нам армопояс. Но, слава богу, суд успел вынести решение о приостановлении, и они не успели дойти до армопояса. Армопояс в целости. Да, армопояс в целости. А углы? Углы тоже сохранены пока что, да. Снесли кровлю в этой части. Но, слава богу, приезжали братья с Дагестана и временную кровлю сделали, чтобы осадки не попадали, снег не попадал. За этот период, с начала декабря, какие судебные процессы, ну, может быть, обозначить, скажем так, более-менее важные, принципиальные прошли, и на какой сейчас стадии вся эта судебная процедура? Ну, после этого мы были у разных судей. Это и Беляева, потом Долгерева, Адоева, Кривуля. Это все судьи-женщины. И они к нам относились уже предвзяты. Это сразу же было видно и на самих судебных процессах, да. Ну, вот за декабрь у нас прошло где-то около 8 судебных заседаний. За январь сейчас уже прошло 3 судебных заседания. Основные были, ну, самый такой, где явно так видно была и предвзятость, и, ну, я не знаю, нарушение каких-то моральных норм, не то, что даже судейских, да, а и просто человеческих. Это когда мы подали заявление о переносе исполнительных действий на весенне-летний период. В связи с тем, что судебные приставы и в более теплое время, ну, вместе со своим подрядчиком творили непонятно что, что приводило к авариям, да, а тем более сейчас, когда зима, когда морозы уже установились, мы понимаем, что будет что-то происходить для нас страшное, да. Поэтому мы обратились в судебный орган, предоставили им снова акты строительной организации, которая следила, как происходили, происходил сам демонтаж. Представили, ну, и другие доказательства, в том числе и то, что писала сама пристав. То есть сама пристав, она засвидетельствовала, да, что, по сути, они нарушили исполнение решения суда тем, что трубы, котел оказались в холодных помещениях, а какие-то просто даже на улице. То есть это она письменно, как бы, засвидетельствовала. Ну, суд не услышал нас. И судья, несмотря на то, что я просто убедительно просил, да, говорю, вот как вы собираетесь дальше выполнять работу? Ну, объясните суду. Представьте график работы, что, в какой последовательности вы сейчас хотите делать, да, то есть как вы собираетесь демонтировать и перенести котел в другое место? Они просто промолчали, ничего не сказали. Видно, для суда это и не нужно было. И суд принял решение за отсутствием доказательств с моей стороны. То есть суд посчитал, что то, что было предъявлено, недостаточно, и то, что на улице стоит зима, это тоже не доказательство. И суд нам отказал в переносе на более теплое время. Пока что действует то определение о приостановлении. На него подана судебным приставам частная жалоба, которая будет рассматриваться 24 февраля в областном суде. Ну и судя по всему, как все идет, понимаем, что, скорее всего, данное определение судей будет отменено, для того, чтобы приставы могли продолжить работу. То есть юридическая защита, скажем так, до 24 февраля гарантированно. А дальше неизвестно. Многим известна ходатайственная акция, довольно многолюдная, в центре города 16 ноября. делегаты которой, значит, отнесли ходатайство губернатору и мэру города. Это сделано было публично, так открыто. Какова реакция? Вы получили ответ? Ответы мы получили, да. Ну, сказать, что там написано, как бы, вроде и много, но конкретных ответов на поставленные вопросы, да, как бы отсутствуют. Мы просили вот эти государственные органы, да, чтобы они как-то содействовали, именно чтобы была проведена прокурорская проверка, да, чтобы прокуратура могла рассмотреть данные вопросы с позиции именно федеральных законов, то есть, что и где было нарушено, да. Ну, до сего момента, да, прокуратура вот такого четкого ответа так и не дала. Последний раз, вот Катя сейчас, наверное, поделится, она ходила вместе с нашим представителем от церкви и со вторым собственником нашей дочерью Ангелиной. Они ходили к полномочному представителю президента в Архангельской области. То есть, это уже второй визит. Это было в январе уже? Это было 19 января. Мы пошли втроем. Брат, который ответственный за ходатайственное служение, я и вторая наша дочь Ангелина, которая является вторым собственником этого дома, но не является ни ответчиком, ни должником по исполнительному производству. В иске к ней отказано. То есть, по сути, разрушается частная собственность без соответствующего решения суда по ней. Я говорила, как жилец этого частного дома, как представитель несовершеннолетних детей, жильцов этого дома, по которым также нет решения соответствующего суда. И в таком случае жилище неприкосновенно. Если даже есть исполнительное производство и требуется демонтаж, но если часть дома занимают не ответчики по делу, то судебные приставы-исполнители не имеют права совершать каких-либо действий. И мы вот эту позицию пытались донести до представителя президента. Затем Ангелина, как собственник, также заявила о нарушении ее конституционных прав на неприкосновенность с жилищем, так как она вообще не является ответчиком. Она нейтральное лицо. И меня очень удивил его ответ. Он сказал, что у вас была возможность добровольно исполнить решение суда. В таком случае вы могли бы выполнить это красиво, качественно, так, как вам хочется. А так как совершается принудительный демонтаж, то как могут, как хотят, так и работают. Задали вопрос, почему под нашим домом на данный момент уже зеленая зона и дорожки уже обозначены, пешеходные, именно под нашим домом. Он сделал вид, что как будто бы эта информация не истинна, ему ничего об этом не известно. Единственное, вот была ясна позиция, что мы сами виноваты в том, что происходит. А вот за этот период короткий, оно имеется в виду декабрь-январь, какие движения происходили там вокруг по строительству, по, может быть, выкупу. Вот что-то происходит там, строительство этого дома сзади продолжается? Да, строительство идет полным ходом. Уже все вот эти домики, которые на нашей стороне деревянной, все они уже снесены. То есть это за короткий период произошло? Да, буквально за два дня их уже снесли. То есть я думаю, что вот судя, как власть реагирует, как прокуратура на все это реагирует, как суды ведут себя, что такое ощущение, как будто вот это дело какое-то по отношению к нам заказное. Потому что просто удивительно, как все происходит. Сейчас снова и снова как бы анализируем вот с самого начала и то, что вот сейчас происходит, да, то есть получаем различные ответы, да. Вот один из ответов пришел с мэрии города Архангельска, где они подтверждают, что действительно территория гаражей, она входит во вторую зону природоохранной. И они сами прямо дают ответ, что данная территория, да, находится по земельному законодательству под ограничением. То есть отчуждение этой земли в частную собственность незаконно, невозможно. Да. И все равно они сознательно на это пошли, это сделали. Потому что если бы они это не сделали, то наши бы претензии, да, ну какие-то вопросы мы бы решали уже с государственным органом, да, там Министерство имущественных отношений или сейчас все перешло там в мэрию, да. А по сути они, как пилат, ушли в сторону, умыли руки и столкнули нас с физическими лицами. За этот период, имеется в виду последние два месяца, какую помощь вы ощущали, видели со стороны церквей, со стороны братства? Как посещали вас? Какое внимание оказывали? Помощь была разносторонняя. То есть оказывали нам и материальную помощь, поддержку братья и сестры. Как от церквей, так и лично кто-то передавал. Также были постоянные посещения. Наверное, как раз вот мы сюда сейчас уехали и последние гости от нас уехали. А бытовые условия семьи были нарушены? Так как наша половина более как бы в стороне, дальше от той части, которая как бы к улице доступна стала, то в нашей жилой именно части тепло. И даже, может быть, очень тепло бывает, потому что усиленно, в усиленном режиме котел поддерживается, чтобы та часть, где доступ холода, чтобы в той части было теплее, то у нас очень даже тепло и уютно, и хорошо. И вот много очень гостей побывало, и очень приятные впечатления, очень огромная в сердце благодарность и радость. Можно сказать, какой-то международный Новый год. Приехала молодежь с Прибалтики, из Краснодарского края, с Ростовской области, с Курской области. На Новый год к вам, да? На Новый год. Именно чтобы вот устроить вот этот праздничный, торжественный день и ночь новогоднюю. Было такое вот масштабное, молодежное. Ленин Михайлович Хорев также со служителями приезжал. Очень благословенное служение. И когда смотришь на предшественников, которые претерпели гораздо более сильные испытания и скорби, и трудности, это вдохновляет очень. И чувствуешь себя вообще немощным, таким ничтожным, вернее, незначительным. Все познается в сравнении. И это вливает новые какие-то силы, вдохновляет на дальнейшие служения. Ну, мы все больше говорим о церкви, об интересах дома молитвы, имеется в виду местной архангельской церкви. А как ваша семья? Какие нужды, может быть, испытываете вы? Как вы все это переносите? Как дети ваши? Какое их настроение? Ну, наверное, самое большое переживание для детей — это то, что внимание родителей уменьшилось по отношению к ним. Потому что то какие-то судебные процессы, то надо готовиться, то надо уделить внимание гостям. И где-то дети остаются так в стороне. Хотя стараемся, но не всегда на все с этой стороны хватает сил. С другой стороны, наверное, для них это бесценный, наверное, уникальный опыт. Они очевидцы, свидетели и участники и всей этой духовной брани. Это, наверное, тоже для них полезно. Ну и последний вопрос из вашего повествования. Очевидно, что накал борьбы не уменьшился. Некая пауза сейчас существует, но ничего определенного нет. О чем молиться народу Божьему? О чем молиться братству? О чем молиться всем христианам? В этот понедельник, 25 января, ожидается суд по уголовному делу, где нашего брата, единоверца, обвиняют по ложному свидетельству. Якобы он причинил вред здоровью одному из судебных приставов. Хотя и на видео, и все, в том числе и со стороны других приставов, нет ни одного свидетельства, подтверждающего, что данный брат мог причинить какой-то ущерб здоровью приставу. Поэтому хотелось бы так, чтобы церкви усиленно молились по этому вопросу, чтобы Бог заступился за нашего брата, чтобы по этому ложному обвинению ему не присудили там определенный срок. Доказательства, видеодоказательства этого деяния не существует. То есть на видео ясно видно, что он просто даже физически не мог причинить какой-то вред судебному приставу, потому что братья для того, чтобы даже на искушении не было что-то сделать приставом, они все стояли держась вот так друг друга. То есть и кому-то что-то причинить руками не представлялось даже возможности. А судебный пристав его обвиняет, что якобы он схватил брат его за руку, выкрутил эту руку, растянул ему мышцы, да, и причинил очень сильную физическую боль. То есть хотелось об этом попросить молиться. Ну и также у нас в феврале предстоят суды, как раз вот по этим дням, по которым будет рассматриваться и уголовный вопрос. И у нас также 1 февраля будет судебное заседание о признании действий судебного пристава незаконным тоже по этим дням. Вы нормально пережили морозы, да? Мы знаем, там у вас приличные. Да, были большие морозы, но слава богу, да, пережили их благополучно. Благодарим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова